Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В пятом нам уже говорили про эти двойные стандарты Тогда это, конечно, гораздо более, как бы это сказать, это было размыто, да, не так точно Ну а сейчас, ну и давно уже это все понятно уже То есть на самом деле семилетний ребенок поймет такие вещи, что То, что делает чужой плохой, это плохо, а что ты сам плохой делаешь, это хорошо Если там кто-то дрочит, он плохой, а если ты сам дрочит, то ты заебись, пацан Если там кто-то ворует, это плохо, а если ты сам воруешь, это заебись Ладно, я думаю, здравый смысл в любом случае победит Да, в Латвии надо, ну потому что Путин-то только пришел, он еще не успел свой спрут запустить Не успел все это Это же то, что Латвия в 2004 году, это же подготавливалось раньше, надо было время Все, Ваня, тебя уже понесло, открывай шампусик уже, Ильвинишка, надо расслабиться, нельзя тебя так перегружать Здравый смысл победит Да все это временный хайп, потому что на расстоянии, да, не будет иметь значение особо В общем, ровая А630 лет, там будут какие-нибудь гравелеты, нахуй, и все эти войны в Украине, это будет хайп Смех по сравнению с гравелетами какие-нибудь Москва хитрый все-таки, потому что раньше Украина-то второй была республикой по мощи, скажем так, в Совке У нее тоже все-таки была мощная армия, ну которую, по сути, мы сделали, да, русские По сути, мы сделали, но она была мощной, там и ракеты были ядерные, все было В том числе они сами эти ракеты разрабатывали, с нашей помощью, естественно Из нас Банни Фейли сделали, это сейчас и показывается точно, они сейчас из нас никогда не могут Потом у них там часть забрали, но у них что-то осталось Они все это попилили, еще тогда давным-давно, они уже тогда все попилили, у них самолеты были Бомбардировщики и танки, и все они все попилили, все продали И все живут такие, все нормально, все Ну и сейчас вот им показали, что делать, вот так вот Не будешь окормить свою армию, не будешь кормить чужую глядь Это им еще помогает вся НАТО и все такое, дикую помощь Если бы этого не было, это бы вообще как хлопок Ну вот видите как, а почему, например, мы на Швейцарию какую-то не нападем? За нее все вступятся, да? Она нужна, выгодно Их любят швейцарцы Тоже такая тема А видите, нельзя без блока существовать Это как две банги, да? Есть две банги Ты либо в той, либо в другой, либо тебя просто уничтожат Ты не можешь один существовать Есть большие банги, да, как простых человек, там, головорезов каких-то И ты такой один карлик, не ты не можешь один существовать Ты либо к тем, либо к другим, либо тебя убьют И вот здесь такая же тема А Украина, она раньше была с нами, а полностью туда войти не смогла А сама по себе она не может Ты должен быть либо с теми, либо с теми, либо душуничной Все Она пытается туда, но туда ее не особо пускают Ну и мы там не особо ее отпускаем В итоге вот такая А Швейцария какая-нибудь условная, да? Она же давно там Она в той бане Все, поэтому ей ничего не грозит Хотя тоже ничего не грозит Когда Гитлер был, он и Францию захватил И никто и ничего, блядь Ни пукнул, ни пернул Временно Но потом все равно Гитлер и сгибали Хотя, чтобы вы понимали, кто такие Германия, Италия, Япония, да? Фашисты Это Lamborghini, Porsche, Ferrari, Bugatti, ну правда Bugatti по-французски Ну ладно, там BMW, Audi, Mercedes, Toyota, Nissan, Sony Playstation Ну я не на что не уменькая, но просто пойду Странно, что с ними заодно американцы не были Американцы в те времена еще никем были Поэтому они не определились Они были где-то там Тогда еще не было таких самолетов пиздатых Ну самолеты уже были, но они не были такими пиздатыми Американцы были где-то там Да, не было тяжело добраться Поэтому американцы там получились третьей силой Которая в итоге стала очень сильной силой А так бы на самом деле американцы бы обединились с немцами, я думаю Да и мы раньше с немцами все время дружили У нас же все время немецкая принцесса Все время женилась на каком-нибудь там русском царе Или, блядь, каком-нибудь из царской семьи Там все время там кровные были Все время эти братские отношения А тот же, помните, Штольц и Обломов Помните, кто читал? Я лично читал, правда, все не дочитал Практически все дочитал Но там, в смысле, там толстая книга А все одно и то же Поэтому я несколько моментов люблю Но, блядь, это дружба немцев, блядь, с русскими Она еще тогда была и всегда была И особо мы никогда не воевали Толча воевали, а тогда особо никогда не воевали Но при этом мы никогда супер не дружили Чтобы прям одной страной стать Кто мы, которые все сделали в ракет? Все ведущие ракетные ученые были этническими украинцами Глушка, челами Они были хохлами Даже Сикарские и Циолковские оттуда Полуполяки были хохлы А королев Это во-первых А во-вторых А кто им дал образование? Институтики кто построил? Кто им дал заводики? Кто им дал ресурсы? Нефть, откуда они взяли? У них нет нихуя Нефть для ракет Металл Предприятие, чтобы этот металл поставлять Это мы им все дали Хорошо, если они там родились, отлично Но образование им кто дал? Уверен, они учились во всяких институтах наших Которые наши строили У наших преподавателей Которые наши все давали Это, блядь, ну так смешно О чем тут спорить, блядь Ну если вы такие умные То че ж вы хуй сосёте Вот Почему у вас все развалилось для Украины? Почему все То, что было при нас Что мы построили Антонов, там Ракетные заводы там были Там ракеты строили Мы там что-то построили Почему это все развалилось-то, блядь Ну о чем тут спорить Тут ничего Вы не можете ничего, блядь Это мы вам дали нахуй Спорить не о чем, блядь, не знаю. О чем спорить, блядь? Блин, здесь. Спорить не о чем, блядь. Вот все, блядь, настолько очевидно, что даже о чем, блядь, спорить. Даже только с ребенком, блядь, 5-летним. Я их тоже запомню просто поздно. Вот все настолько очевидно, блядь. Если бы были такие крутыми, у вас бы еще что-то было. Да, есть неплохие игры, крутые даже. Метро, Exodus, отлично. Это тоже эти вот эти чуваки, которые Тигры написали. Откуда они образование получили? С Советского Союза, где было самое крутое образование в мире. А кто это самое крутое образование в мире сделал? Коммунисты это сделали, Ленин. Они все это делали. У них было лень учиться, учиться, еще раз учиться. Они сделали охуенное бесплатное образование. Охуенное. В царской России никуя не было. Только двори они могли себе позволить. А крестьяне читать максимум. И то это круто, если бы умело читать. И специально так делали, чтобы крестьяне были тупыми и нищими. И работали за 3 копейки. Специально было. А Ленин пришел и сказал, мы всем дадим бесплатное охуенное образование. Бесплатное. Даже сейчас в России уже платное образование. Есть бесплатные места, да. Но уже платные. В Совке было все бесплатное. Тебе нужно только было поступить. Ну, по своим мозгам. Но это ММР. Если у тебя ММР высокий, ты поступаешь в МГУ. У меня родственники были в МГУ, учились абсолютно бесплатно. Стипендию еще давали охуенную. На которой можно было нормально жить. Ну, там на крайне экрана. Просто на нее можно было реально жить. Без всякой помощи от родителей, от кого-то. На нее просто жили мне. Реально. Не работали. Просто жили на нее. Кто хотел, там подрабатывал. Это совок все сделал. Поэтому те люди, даже кто создал Метро, вот эти игры, они получили. Они такие умные, да. Да, умные. Они то, что образование в Совке получили. Как, город, неопытничестве украинец. У украинцев институты появились намного раньше, чем у Рузуни. Да, да. Отбыватели вообще, понимаешь?